Здравствуйте всем! Меня зовут Наталья. Я сегодня в гостях у старшего сына семьи. И меня они попросили показать мой рецепт теста на пирожки. Не знаю, все делают по-разному, но у меня это мой рецепт идет еще от моей мамы. Примерные пропорции я взяла, я никогда так не меряю. Но для вас я скажу, сколько примерно я беру для теста. 600 грамм теплой кипяченой воды. Ну, примерно 150 грамм теплого молочка. Одно яйцо, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки сахара и 2,5 ложки подсолнечного масла. Я люблю всегда делать тесто из сырых дрожжей. Так что приступаем. Вначале мы делаем опару. Наливаем водичку теплую. Это обязательно надо, чтобы было все тепленькое, чтобы опара быстрее поднялась. И крошу я туда эту одну пачку сырых дрожжей. Для опары очень важно, чтобы был здесь сахар. Я лучше сразу все насыплю, чтобы оно растворилось. Эта пропорция идет для всего теста. Ну, сахар я сыплю в первую очередь. И взбиваю венчиком. Берем муку и просеиваем через вот такое ситечко. Сколько примерно муки, это делается все на глаз. Но постепенно я вам буду показывать. Сейчас просеять хотя бы, ну, чтобы была такая жиденькая, как на блинчике, вот такая жидкость. Это я делаю опару. Густую не надо делать. Ну, я думаю, вот так вот достаточно. Сейчас я это все перемешаю. И оставлю на минут 15, чтобы опара поднялась. Давай. Ну, вот хочу вам показать. Прошло всего лишь минуты 3. Видите, оно уже начинает бродить. Так что уже процесс начинается, идет вовсю. Ну, вот, прошло 15 минут. Смотрите, какая пена. Дрожжи исключительные. Теперь мы начинаем месить тесто. Ну, теперь добавляем 1 чайную ложку соли. 1 яйцо. И 2,5 ложки подсолнечного масла. Как я вам и говорила, у муки нет у меня пропорций. Я просто беру на глаз. И я всегда говорю моим детям, кто просит моих, это мой рецепт, я говорю, вместите тесто так, чтобы было, как мочка уха, мягкая. Вот. Муку я всегда люблю брать вот такую. Ну, как у нас в России, в Казахстане, это высший сорт. Очень хорошая мука здесь. Я очень довольная. И начинаем просеивать муку постепенно и мешать. Тесто я уже замесила. Смотрите, оно мягенькое, совсем не твердое. Я вот мешу, оно уже пышет. Сейчас вот в этот контейнер я положу. И примерно на 2 часа. Но во время того, как тесто будет подниматься, например, доверху, надо 2 раза. Например, 1 раз замесить. Как бы уменьшить, да, объем. Второй раз поднимется и опять замесить на низ. А на третий раз, я уже на времени смотрю, вижу, что тесто готово, и начинаю месить. Муки ушло примерно полторы пачки. Вот сколько еще осталось. Вот примерно пропорцию вы можете знать. Ну, все, ждем. А сейчас готовим фарш, начинку. Картошка, начинка у нас уже готовая, толчоночка. Сын мой сильно любит, попросил с картошкой сделать. Капусту потушили. Теперь фарш. Сейчас готовим фарш. Приступаем к начинке пирожков. Берем фарш. Ну, здесь килограмм фарша. Берем вот таких, не совсем крупных, 7 луковиц. Тут уже я нарезала в блендер 6 луковиц. Хочу слегка намельчить, чтобы оно уселось. И это дорежу. И я люблю этот лук намельчить до пюре, как толчонка. Делаем. Этот лук высыпаем в фарш. Ну, какой-то, конечно, как бы мелкорезанный, какой-то и в пюрешку. Ну, это для меня хорошо. Я довольна таким, как говорится, мелким луком. Фарш я люблю делать начинку, чтобы он был слегка жиденький. Сейчас я сначала перемешаю это. Если вдруг жидкости недостаточно, я люблю всегда немножко водички добавить. Тут сейчас я беру полторы чайной ложки соли. Посмотрю. Я обычно люблю вот так вот делать. Мне кажется, маловато. Так, перец тоже на вкус. Я взяла чайную ложку. Мне нравится, например, что фарш был слегка остренький. Ну, мешаем. А тесто почему я так закрыла целлофаном? Бывает, тесто так поднимется, что начинает выдавливать крышку. Но если попадает в воздух, вы сами знаете, начинает верхушка немножко сохнуть. Я для постраховки всегда засовываю в целлофан. Где-то с полстаканчика, наверное, достаточно. Вот, видите, какой жиденький. Вот. И начинка готовая. Да, помешать хотя бы минуты 3-4 и достаточно. Хочу показать, как тесто поднялось. Прекрасно. Ну вот, как я говорила, с фарша я люблю делать пирожки. С этого же фарша делаю и беляши. Внуки сильно любят беляши. И с этого же фарша я делаю форму чебуреков. Почему? Потому что на пирожки я делаю немножко толще тесто, а в форме чебуреков я делаю тонко-тонко, раскатываю. Попробуйте, очень тоже вкусно. Можете, вам понравится. Вот. Сейчас я сначала делаю жгутик, раскатываю. Тесто прям пышет. Прекрасное тесто получилось. Я довольная. И режу вот на такие кусочки. Каждый кусочек вот так вот обмакиваю и вот так делаю шарики. Как бы приминаю вот так вот, да? И ложу вовнутрь, чтобы эти шарики постепенно как бы тесто поднималось. Тогда будут пирожки пышненькие, мягенькие, сочные. Фарш я сочный сделала. Я водички еще чуть-чуть добавила. Маловастенько было. Сейчас вот, смотрите, как получается. Прямо аж водичка там. Укладываю я прям вот так в рядочки. А потом, когда начинаю лепить пирожки, я именно с первого ряда начинаю брать тесто. Эти постепенно поднимается тесто. Вот так я укладываю рядами это тесто. Оно потихоньку поднимается. Когда начинаю лепить, я вот эти первые ряды начинаю лепить пирожочки. А вторые, следующие ряды тесто поднимается потихоньку. И всегда надо помнить, закрывать, чтобы туда не попадал воздух. Если тесто будет сверху подсыхать, уже как бы при жарке пирожки будут... Будет тесто лопаться при жарке и будет вытекать сок с фарша. На пирожки примерно вот такой толщиной тесто я делаю. Пока месь я слеплю его вот так. Потом я покажу во время, как в сковородку положат пирожки, что я еще делаю. Вот так пирожки у меня потихоньку будут подходить. Обязательно закрывайте целлофаном, чтобы тесто не сохло. Это очень большую роль играет. Если начинает тесто подсыхать, уже не такие красивые будут пирожки. Ну все, вот я сделала несколько пирожков для первой жарки. Все, приступаем. Берем с собой подносик. И все. Ну вот. Маслечко уже накалилось, я уже чувствую, что уже кипит. И вот именно главное, перед тем, как жарить, я должна еще раз здесь слегка прижать. Потому что при жарке этот шов может разойтись. И фарш пойдет на витрину. Пирожки очень пышные. Ой, как хорошо масло накалилось. Надо, наверное, немножко убавить слишком сильно. Вот так вот поставим. Сковородочка у меня не такая уж большая. Сильно плотно пирожки нежелательно вложить. Потому что при переворачивании они будут еще пышнее. И будет тесновато. Остальные пирожки плотно закрывайте. Вот одну сторону я уже пожарила, перевернула. В общем, по усмотрению. Слегка золотистый цвет. Кто любит немножко потемнее, кто так. Мне нравится вот такой цвет. Ну, я думаю, что каждая сторона примерно 4-5 минут жарится. Ну вот, мы пожарили пирожки трех сортов начинки. Это с мясом. Немножко беляшей нажарила. Пару чебуречков. Это у нас с капусточкой. А это с толчонкой. Которая толчонка, зажаренная луком. Попробуйте. Думаю, вам понравится мой рецепт. Тесто очень такое мягкое, воздушное. Ну вот. Всем пока и приятного аппетита. Надеюсь, вам очень понравился мой рецепт. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok